Я помню год 50-й, и коммунальная квартира в России царствует усатый, его даром не хватило, 10-й класс, любовь, разлука, туристский лагерь в тереоках, и я испытываю муку, стишки кропаю на уроках, Корени сдвинули до хруста атланты довоенной лепки, вокруг шпана шныряет густо, да самый глаз надвинув кепки, и далека пора ревизии в теперь распавшемся союзе, мне говорит с улыбкой физик, таким как ты не место в вузе, горька мне давняя пала, как и тогда в 10-м классе, Как это было, как совпало, позднее удивится классик, но это все пустяк, поскольку любовь поставлена на карту, и мандариновая долька луны склоняет время к марту, вот это я вспоминаю, 10-й класс, действительно, вот Я почувствовал золотой медалью, но это мало на что влияло, потому что на дворе 151 год, я плохо относился к физике и математике, я к унитарии по складу вообще и до сих пор, то, что я стал на старых лет профессором геофизики, чистое недоразумение, Я любил историю, литературу и, конечно, мечтал о Испаке университета, ЛГУ, но туда, в университет, носивший гордое имя Александр Чижданов, у меня своим пятым пунктом, так сказать, и мечтать нельзя было, и мечтать нельзя было Вот, и поэтому, значит, приходилось выбирать из того, куда как-то реально, значит, самое интересное, что реально оказалось, ну, мы, мальчишки военного поколения, мы, конечно, мечтали о военной форме, о форме вообще, о военной службе, вообще-то тогда был, это же культ был такой, война была Тогда, как ни странно, не в уроке и дилеры рвались, или там финансовые работники, а совершенно иначе Вот, и, значит, приехал как-то, болтой красивый подполковник с влетных погонах, и мы все подали заявление в военно-инженерную академию Можайского, совершенно не понимая того, что брали только на аэродромно-строительный факультет Вот, а параллельно с этим я подал заявление в училище, в бывшее морское училище Фрунзе, когда отец работал в военной литрографии Самое забавное, что, несмотря на то, что пятый пункт при мне оставался, отец, который работал вместе, когда начальник гидроарфии был замечательный военачальник нашего морского, отбирал трибусы, командующий Балтийским флотом И я получил письмо, кстати, где-то не могу его найти, это уникальный документ, рекомендательный азарт, отбирал трибусы, вот еще у меня брали, уже точно на географический факультет военно-морского училища Фрунзе Но в ночь перед этим отец, который хорошо знал военку и все, целую ночь со мной говорил и отговаривал мне идти в военное училище А мне было уже, так сказать, я подал трибусы рядом на тот же Васильевский остров, на 21-ю линию, на 16-й, в горный институт Определенную роль сыграло, что и там была форма, довольно красивая В горный институт я попал случайно, почему? Потому что, хотя в статуе медали убрали без экзамена, там была другая придумка, для того, чтобы взяли в горный, надо было прыгнуть с трех метров с вышки в воду почему-то Глава теории вел совершенно, какой идиот это придумал, я не знаю Но, тем не менее, неизвестно, на что надеюсь, я бы поехал на Кировские острова, подождите, дальше не крутите, это уже третий курс На Кировские острова, значит, был холод собачий, крачи улетели и все остальные Значит, там скомандовали городистские, лиловые от страха и от холода, я влез на эту идиотскую вышку, посмотрел в лист, уже встал на доску Но я же советский человек, под барабан воспитан, я считал, что в советской среде не дадут погибнуть человека Я вот прыгну, меня выдачат, зато я стану героическим юным Сорокалетний опыт экспириций, особенно на Крайнем Севере, показалось, что не только не мешали, но даже помогали и подпихивали Но это вопрос отдельный, это в книге воспоминания есть Но сейчас речь об этом, я зачитал на доску и помню, что ни за что, я хочу жить, нафиг мне эта геология Я повернул, чтобы с позором уйти, доска спружилилась, я упал, мне зачитали прыжок Так я стал геологом И что-нибудь еще забавно, Дмитрий Михайлович, я прошу вас, пожалуйста, вперед, дайте несколько слайдов Это горный, друзья, еще, пожалуйста, еще, пожалуйста, очень хорошо Как это выпускная фотография из горного института Вот Уже погоны сняты, надежда на то, что мы уже хотим расстать Скажите, пожалуйста Вот те, кто не верил, что у меня как-то были волосы, посмотрите на них Александр Борисович, я думаю, таких в этом зале нету точно Что не верил Так вот, хочу вас спросить вот о чем Вы, связавший уже свою жизнь тем или иным образом с литературой, попав в горный институт Ирочка, я не связался с литературой, вы обратитесь на то, что я... Александр Борисович, я не имею в виду ваше направление в профессии Вы же, когда пошли впервые, пошли в этот литературный кружок, я много об этом читала Вы поняли, что это, в общем-то, становится неотъемливой частью вашей жизни Но не в профессии Хотя я этому не сказала Я в том, что вы уже в то время, когда мужчина должен иметь техническую профессию Когда инженер, это еще что-то значит Но тем не менее, попав в горный институт Насчет литературной института А, да, ну, когда попали в горный институт, попали люди, которые не могли пойти никуда Это замечательный ребят Володя Бридонич, замечательный поэт-переводчик И вот, мои друзья, Олег Тарутин, замечательный русский поэт, геолог Дальше, слева Андрей Битов, известный писатель, президент русского пенцентра Здесь же Александр Куш, здесь же Леонид Агеев, все в горный институт Замечательный был поэт, безвременную шедшую жизнь Лидия Гладкая, поэтесса, все в горный институт Ее муж Глеб Горбовский, автор гениальной песни Когда качаются фонарики ночные Известный ленинградский поэт Это все ленинградский горный институт Которым руководил все тот же Глеб Сергеевич Семенов Вот вы говорите, что это профессия, не профессия Профессия, это дело десятое в данной ситуации Главное, куда устремление души направлено Вот скажите мне, пожалуйста, такую штуку Учаясь в горном институте, тогда же, так я понимаю, первая песня у вас получилась Это она получилась случайно У вас все случайно У меня все случайно Это математика и корреляционная теория случайных функций, если я правильно понимаю Дело в том, что у нас вот эти вышелказанные ребята У нас были факультетские спектакли Вот Агеев и Тарутин были на... Не надо, подождите Это можно как-то притормозить Вот, да Значит, сейчас я покажу следующее Дело в том, что были факультетские спектакли, конкурсные Там, ну это вроде КВН-то не было еще тогда Были эти спектакли И вот соревновались на первое место Мои друзья, поэты, геологи Агеев-Тарутин писали в стихах спектакль геологов Вот, а значит, правда его там под цензурным соображением на нашу радость срезали Потому что у Тарутина, значит, там у него сцена общежития Сидели, выпивали студенты Их отставал Тамада и говорил В Москве прошел 20-й съезд Второй в стиле, пусть каждый выпьет и заезд Порт-коп запретил спектакль к нашей радости Потому что, значит, а мы вязали с британическим альтернативный спектакль Да Ну вот И там тоже были очень хорошие у нас Тоже в стихах писали Сейчас вспомню Первокурский и Старшекурский Что-то Старшекурский Хватает что-то, пытается выпить одеколон А Первокурский говорит ему Не пей тройной одеколон Ведь от него подохнет слон Старшекурский Я химию сдавал три раза Не отличал я жидкости от газа Проучишься лет восемь Крапуз все жидкости И спробуешь на вкус Выпивает одеколон Вот там в том духе был спектакль Да Так вот, короче говоря В нашем спектакле решили написать песню Я написал слова Геофтинический вальс А музыка была заказана В выпуске Кудашева факультета Юрия Гуровича Который считался признан композитором Потому что знал сольфеджи Вот Значит я к нему поехал Он взял брезгливо двумя пальцами листок И сказал Через неделю приходите Наша привица поехала к нему Он выдал ей Так же брезгливо Значит какую-то нотную запись А через два дня Этот сага спектакля Она приезжает в институт И в слезы Что такое? Я говорит Это петь не могу Какие-то колоратурные дела В общем все Меня вызывает Сегтябрь в партбюро И говорю В партбюро Комсомольское бюро И говорю Значит так Ты эту идиотскую историю Затеял с песней Вот ты ее расхлебывай Мы из-за тебя Значит Проиграемся Покурс Вот давай садись И пиши музыку Сережа Ты же охренел Как музыку Я не могу писать Ну а тогда Комсомольский билет На стол положишь Два дня с рук Вот я человек Конформистский ужасный Я с перепугу Написал первую мелодию Значит К песне Геофизический вальс Такая песня существует Даже вошла В сборник Моих песен Вот Ну вот С этого все пошло Дальше Она уже совсем Другая И это вот я На третьем курсе Дальше Это было дальше А мы геофизический вальс Все не услышим или как? Давайте пожалуйста У нас ужасный Александр Николаевич Александр Николаевич Александр Николаевич Спасибо Спасибо